Добрый день всем еще раз. Я хотел поговорить еще немножко про логистическую регрессию и в целом про линейные классификаторы. Давайте представим себе, что у вас какая-нибудь вот такая картинка. Первая история. Вот такая картинка. Это x, это y. И у вас точки расположены вот так. Значит, мы считаем, что это у нас задача классификации, то есть у нас y принимает значение в данном случае, допустим, 0 к 1. И мы решаем эту задачу с помощью логистической регрессии. То есть у нас есть функция потерь. Давайте я напишу функцию правдоподобия или логарифм правдоподобия. Это сумма по i от 1 до n. Что у нас там было? y равен 1 при условии, что x равен x. Мы считаем, что нам задано вот такое условное распределение. Оно как бы для каждого фиксированного x у нас просто берноллевская случайная величина, y берноллевская случайная величина, которая принимает значение 0 или 1, ну вот с вероятностью p от x. И, естественно, в этом случае логарифм правдоподобия наших данных описывается вот такой вот штукой, как мы обсуждали в прошлый раз. Да, я, кстати, может быть, в прошлый раз ошибся. Значит, вот эта вот штука, это правдоподобие, мы ее максимизируем. Если мы хотим написать loss, функцию потерь, то мы поставим перед ней минус. И вот такая штука, уже с минусом, она называется кроссантропией. Вот такая штука, это называется кроссантропия. Видел кто-нибудь когда-нибудь формулу просто для энтропии? Чего-нибудь. Слово энтропия нигде не встречалось? Встречалось в том контексте, что она всегда возрастает. Ну, это было, да, это бывает такое в термодинамике. Ну, на самом деле, в энтропии там тоже есть какие-то логарифмы каких-то вероятностей умножить на сами эти вероятности. Ну, а вот здесь, ну, и тоже где-то берется знак минус. Ну, а здесь у нас тоже есть логарифмы вероятностей, но умножаются они не на вероятности, а вот на вот эти вот либо нолики, либо единички. Вот. Ну, хорошо. Давайте вот чего подумаем. Значит, вот эту самую кроссантропию, соответственно, мы будем минимизировать, а правдоподобие максимизировать. Я предлагаю подумать о том, что будет происходить вот для таких данных. Да, значит, я не сказал, что мы считаем, что у нас P от X задается как сегмоида. Ну, давайте сейчас считать, что у меня, поскольку данные двумерные, то пусть это будет просто сегмоида от скалярного произведения некоторого вектора весов W0, W1 на 1X. То есть, попросту говоря, вот в данном случае это просто W0 плюс W1X, где сегмоида это единица на 1 плюс E в степени минус Z, и график у этой сегмоиды вот такой вот. Вопрос. Что будет происходить с вот этими коэффициентами, если мы будем пытаться решать вот эту оптимизационную задачу для вот таких данных? То есть, иными словами, что происходит? Мы пытаемся под эти данные подогнать. Ну, вот у нас есть стандартная сегмоида. Из-за того, что мы в нее подставляем не сам X, а какое-то линейное преобразование от X, ну, на графике это соответствует тому, что вот эта вот стандартная сегмоида будет как-то перемещаться вправо-влево и как-то сжиматься, растягиваться. Соответственно, за сжатие растяжения отвечает вот этот коэффициент W1, за перемещение вправо-влево отвечает этот W0. То есть, мы можем подгонять сюда вот всякие вот такие вот какие-то штуки, которые похожи на эту сегмоиду. Но вот данные у нас устроены вот так, как здесь нарисовано. Вопрос, что будет происходить в процессе оптимизации? Продолжение следует. Мы хотим подобрать самую лучшую сигмоиду, который бы хорошо приближал бы вот эти вот красные точки. Значит, сильно врождаться будет. Она врождаться будет, да. То есть, на самом деле, какую бы сигмоиду мы не провели, вот какую-нибудь вот такую вот проведем, это не самая оптимальная сигмоида. Почему? Ну, потому что наш лосс, он хочет, чтобы в тех точках, где мы получили нолики, чтобы там, вот для этих точек, вероятность была бы как можно меньше, вероятность единички. И наоборот, в тех точках, где мы получили единичку, мы хотим, чтобы вероятность была бы как можно больше. Ну, это логично, мы максимизируем правдоподобие. Понятно, что правдоподобие для вот этой вот точки будет чем больше, тем чем больше вот это вот P от соответствующего X. Правильно? Поэтому, на самом деле, будет происходить следующее. Оптимизационный алгоритм будет пытаться прижимать эту сигмоиду вот здесь вот к нулям, а тут вот наоборот к единице. И у нее будет становиться вот этот вот вот этот вот переход, вот этот участок, на котором ярко выражено возрастание, он будет становиться таким все более-более вертикальным. Чему это будет соответствовать с точки зрения коэффициентов W0 и W1? Сейчас мы, по идее, просто смотрим уже знак X минус X0 какой-то. И там делим на два условно. Ну, то есть у нас сигмоиды к этой штуке стремятся. Но фиолетовым нарисуем. Да, да. Но как это отражается на коэффициентах? Вот на вот этих вот коэффициентах. Ну, W1 будет к бесконечности стремиться. Да, W1 будет стремиться к бесконечности, потому что как раз W1 отвечает за то, насколько у нас, насколько мы сильно сжали этот график, насколько он сильно крутой. А W0 что будет делать? Оно, видимо, будет стремиться вот к вот тому значению, где вертикальный сегмент у фиолетовой кривой. А, нет, в смысле, минус его, да. Ну, на самом деле нет, потому что... Ну, потому что, смотрите, что у вас происходит. Вам у вас за счет вот того, что W1 стремится к бесконечности, у вас как бы вот здесь вот возникает такая прямая, которая почти вертикальна. А с другой стороны, мы должны теперь с помощью вертикального сдвига эту прямую сдвинуть вот так, чтобы она действительно проходила бы где-то вот здесь. Это означает, что вот этот вертикальный сдвиг, вот этот добавочек W0, он будет тоже ужасно большим. Ну, или там, наоборот, ужасно маленьким, то есть большим по модулю. Короче говоря, оба коэффициенту будут стремиться к бесконечности. Клюс или к минус. Вот. Ну, по крайней мере, если так не оказалось, что у вас вот эта ступенька, она проходит точно в нуле. Вот. И, ну, то есть, как бы... Это такое встречается, особенно... Вот это вот пример с... Такой сравнительно простой, когда у нас всего одна... Простанство признаков одномерное. Вот. На принципе, если вы здесь получили вот такое вот идеальное разделение, да, что у вас есть какое-то пороговое значение, и слева от этого значения все принадлежит одному классу, а справа все принадлежит другому классу, то, в общем, ваша логистическая регрессия немножко сойдет с ума. Будет выдавать какие-то совершенно безумные оценки коэффициентов с безумными оценками, там, дисперсии, в общем. Вот. Ну, и такая штука встречается чаще, если у вас больше переменных, потому что всегда есть... Если у вас есть много признаков, то всегда есть риск, что какая-то их комбинация позволит вам идеально отделить линейным образом по крайней мере один из классов. То есть, например, вот если у вас какая-то вот такая картинка, скажем, такая картинка... Да, то, ну, вот тут тоже можно провести какую-то прямую вот такую, которая вам разделит эти классы идеально. И, в принципе, может так оказаться даже, что она, может быть, их и не идеально разделяет. В принципе, теоретически может и оказаться, что вот здесь есть какая-нибудь зелененькая точка, но логистическая регрессия все равно будет пытаться сходить с ума, потому что она захочет вот эти вот все штуки, значит, вот эти вот штуки дать им здесь сделать вероятность в равную точную единицу. Вот. Как правило, в машинном обучении логистическая регрессия применяется с какой-нибудь регуляризацией, собственно говоря, если вы... Ну, вот ровно для того, чтобы... Ну, не в точности для этого, но в том числе для этого, чтобы вот в таких вот ситуациях получать какой-то более-менее ну, такой не слишком безумный результат. Да, понятно, что если вы добавите регуляризацию, если вы запретите коэффициент, там, стремиться к бесконечности, добавите штраф за то, что они слишком большие, то, по крайней мере, ну, вы получите картинку, которая в целом соответствует реальности, но она будет без вот такого вот резкого скачка здесь. Вот. Ну, и, собственно говоря, если вы будете использовать, допустим, из scikit-learn класс там, там, логистик регрессор, он просто по умолчанию включает ледва регуляризацию, и наоборот, для того, чтобы он ее не включал, вам нужно в явной форме его об этом попросить. Что немножко даже странно, что вы вроде как хотите использовать логистическую регрессию, а вам подсовывают не совсем логистическую регрессию, а что-то более хитрое. Вот. Но, тем не менее, это действительно так. То есть, как правило, какой-нибудь регуляризатор добавляют. Вот. Ну, вот это вот первая история, которую я хотел рассказать про логистическую регрессию. Значит, как? Есть ли вопросы? Нет. Окей. Вторая вещь. Я хотел бы еще немножко поговорить про логистическую регрессию в общем контексте таких линейных классификаторов. Давайте еще посмотрим на вот эту вот самую функцию потерь, которая у нас получилась. Давайте в нее подставим вот сюда вот. Давайте подставим вот эту вот функцию для p от x. Значит, давайте я сейчас сделаю некоторую смену обозначений. Временно. Значит, как частный случай линейных классификаторов. Давайте сейчас считать, что у меня y принадлежит не ноликам и единичкам, а минус единички и плюс единички. Так довольно часто делают, когда обсуждают классификаторы, говорят, что у нас есть два класса. Один класс положительный, другой класс отрицательный. Поэтому я буду сейчас использовать такие обозначения. У меня просто формулы получатся чуть-чуть более симпатичными. Тогда, значит, нашу кросс-энтропию можно будет записать в таком виде. Значит, это будет минус сумма по и от 1 до n. здесь будет. Ну, давайте я буду писать вот так вот в квадратных скобках. Значит, либо y и t равняется единице, и тогда эту штуку надо умножить на логарифм p от x и t. Либо y и t равняется минус единице, и тогда эту штуку нужно умножить на логарифм 1 минус p от x и t. Значит, напомню, что вот эти вот выражения в квадратных скобках это штука, которая равна единице, если условие верно, и нулю, если условие неверно. Как-то вот так. Окей. Давайте теперь я напомню, что у нас есть p от x, которая есть сегмоэда от w x. И это 1 разделить на единицу плюс е в степени минус w x. Давайте посмотрим, кто такой единица минус p от x. Давайте не буду писать ей каждый раз. Значит, это какая-то такая штука. мне нужно из единицы вычесть вот эту вещь. То есть, это будет, что такое? Это будет е в степени минус вот такая штука разделить на единицу плюс е в степени. Вот такая штука. И можно теперь это все умножить на вот эту самую экспоненту с плюсиком. И получается единица разделить на вот такая штука. Или можно вот так переписать. Короче говоря, смотрите, если мы меняем p на 1 минус p, то это приводит к тому, что просто вот здесь минус превращается на плюс. Вот теперь давайте вернемся к формуле кросс-энтропии. И чего здесь написано? Здесь написано, что нам нужно в логарифм подставить либо вот эту формулу, если y и равен единице, либо вот эту формулу, если y и набор равен минус единице. Ну и на самом деле теперь видно, что можно это все записать гораздо компактнее. Можно просто сказать, что это есть вот такая штука. Логарифм единица разделить на единица плюс e в степени y и минус y и на w x. Ну или можно избавиться от минуса и от дроби одновременно. Можно просто написать вот так. Вот такая штука получается. Как понятно выкладка, как это получилось? Значит, мы как раз здесь пользуемся тем, что y у нас сейчас кодируется плюс и минус единицы. Это как раз удобно. Ровно потому, что вот здесь возникает либо знак минус, либо знак плюс. Вот. Ну, на самом деле, то есть, теперь что получается? Смотрите, во-первых, у нас возникает такое выражение y и ты умножить на скалярное произведение w на x. Значит, вот эта штука ну, хорошо, здесь, видимо, везде нужно писать да, здесь нужно еще написать x и ты. Значит, вот эта штука y умножить на вот такую вещь. Значит, она давайте я обозначу как m и t она называется отступ margin. Ну, собственно говоря, что эта штука показывает? Значит, ну, вот давайте считать, что, ну, вот как у меня устроено, как у меня устроено именно именно классификатор, который предсказывает мне классы. Значит, вот у меня вот эта вот p, она предсказывает нолики, она предсказывает вероятность, вероятность получения класса 1. Но, естественно, если я хочу превратить эту вероятность в предсказание, но если у меня нет никаких специальных причин предпочитать один класс другому, если для меня классы в целом симметричны, то тогда разумный способ генерировать предсказания, такие, если вероятность, у кого вероятность больше, того и предсказываем. То есть, если p больше 1,2, то предсказываем единичку, если она меньше 1,2, то предсказываем минус единичку. Это будет соответствовать тому, как мы в прошлый раз выяснили, что сравнивать вот эту вот штуку с нулем. у нас сейчас предсказания предсказания классификатора такое. это давайте я напишу, что y с крышкой. Это есть p от x больше, 1,2. или знак минус, если наоборот, p от x меньше, чем 1,2. Ну, хорошо, можно куда-нибудь здесь отрицательную штуку поставить. Ну, и это то же самое, что сказать, что это просто функция signum от скалярного определения w на x ну, потому что у нас сигмоиды так устроены. Значит, сигмоида равняется 1,2 ровно в тот момент, когда вот это самое пустоверное произведение, которое здесь подставляется, равно 0. Если здесь у нас 0, то e возводится в нулевую степень, здесь возникает 1,2. Поэтому сделать границу вот такую, вот это все равно, что сделать границу вот такую. Вот, поэтому давайте посмотрим на вот эту вот штуку, что она показывает. Например, если отступ положительный, то что это значит? что мы можем сказать про итой объект в обучающей выборке, если мы знаем, что соответствующий ему отступ, то есть вот такое выражение, оказалось положительным. мы его классифицировали правильно или неправильно? мы его классифицировали правильно, потому что у нас два варианта, либо y и ты положительный и вот эта штука положительная, то есть наш y с крышкой тоже положительный, либо наоборот, y и ты отрицательный, вот эта штука отрицательная. Значит, в обоих случаях это означает, что мы просто его классифицировали правильно. А вот если он, если отступ отрицательный, то чем он больше, тем сильнее мы ошиблись. Потому что, ну, как бы, чем больше вот это вот выражение, тем дальше мы от разделительной линии и тем сильнее мы ошиблись. Вот, поэтому отступ в некотором смысле меряет то, насколько сильно мы ошиблись, ну, точнее, минус отступ. Ну, и поэтому неудивительно, что он здесь вот возникает этот самый минус отступ. То есть, вот смотрите, вот эта функция логарифм 1 плюс e в степени что-то. Эта функция, ну, давайте я такой график построю, эта функция, значит, кто она такая. Значит, давайте посмотрим на... логарифм 1 будет стремиться к плюс бесконечности, то логарифм будет стремиться к логарифму единиц, то есть к нулю. А если м будет стремиться к минус бесконечности, то единица, вот эта вот единица, почти ни на что не влияет. Здесь возникает экспонент от какого-то большого числа, но потом от этой экспоненты берется логарифм, который ее практически компенсирует. То есть при m, стремящемся к минусу бесконечности, эта штука ведет себя ну, примерно просто как минус m. Возникает вот такая вот картинка, вот такой вот график этой функции. Ну, то есть смотрите, что происходит. Эта штука, она, ну, она разумным образом себя ведет. Она нас штрафует, если у нас отступ отрицательный, значит, и если отступ положительный, то она довольно быстро сходит на нет. На самом деле можно думать про вот ту штуку, которая у нас получилась, можно думать в некотором таком более общем контексте. Вот смотрите, можно было бы просто рассмотреть такую функцию, которая меряет ну, то, что называется accuracy. То, насколько часто мы предсказываем классы правильно. как посчитать, сколько раз мы правильно предсказали, сколько раз мы сделали правильное предсказание на обучающей выборке. Ну, нам нужно просто посчитать вот такую вот штуку, допустим, просто сколько раз m и t оказалось положительным. Или наоборот, значит, это сколько раз мы угадали правильно. или если наоборот, если мы хотим что-то похожее на функцию потерь, то нам нужно наоборот посмотреть, сколько раз мы ошиблись. То есть можно нарисовать вот такой график вот такой функции. Он будет здесь будет логарифм двойки, он будет каким-то вот таким. Там меньше или равно может быть нуля? Давайте, давайте, да. Ну, как правило, не очень заботят то, как у нас здесь строгие равенства. Мы считаем, что они почти никогда не происходят. ну, то есть почти не может такого быть, чтобы точка попала в точности на разделительную прямую. И поэтому, как правило, за этим не особенно следят. значит, но вот тот график, который соответствует вот этой вот нижней функции, вот такой вот функции, вот он тут нарисован. Значит, это просто такая штука. Вот, то есть что можно думать? Можно думать, что мы бы хотели бы оптимизировать на самом деле вот эту штуку. То есть мы хотели бы, чтобы вот эта штука была бы как можно меньше. но проблема в том, что оптимизировать ее явно у нас нет инструментов, потому что она вот такая вот кусочная постоянная и у нас просто, ну, как бы, мы не можем применить какой-нибудь градиентный спуск или еще что-нибудь в этом роде, просто потому что у нас нет информации, производную, конечно, посчитать можно, но она не даст нам никакой информации о том, в какую сторону менять параметры. И поэтому можно думать так, что мы хотим написать какую-то функцию, которая будет похожа на вот эту, например, при подходящем масштабировании будет ее просто ограничивать сверху, но которая будет при этом дифференцирована. И вот эта функция, которая у нас возникла в логистической регрессии, это, в общем, один из способов это сделать. Если я ее домножу, если я ее поделю на логарифм 2, то у меня получится ровно вот такая функция, которая будет верхней границей для вот этой ступеньки. И дальше можно сказать, что если я буду уменьшать вот эту вот штуку, если я буду ее минимизировать, то и вот эта штука будет тоже становиться меньше, что логично, потому что мы уменьшаем некоторую верхнюю границу для вот этой оценки. Надо сказать, что можно рисовать не только такую функцию. И тут, опять же, примерно то же самое происходит в разных областях машинного обучения. С одной стороны, мы можем рассматривать какую-то модель, которая имеет теоретико-вориатностное обоснование, а с другой стороны, можно думать, что у нас просто есть какая-то функция потерь, или мы хотим придумать какую-то функцию потерь, ну, которая бы как-то чем-то для нас была бы хороша. То же самое наблюдается в линейной регрессии, например, вы можете вместо квадратичной функции потерь рассматривать абсолютную функцию потерь, или разные другие функции потерь, которые обладают какими-то своими свойствами, которые в разных ситуациях могут быть полезны. И здесь то же самое. Здесь вот мы рассмотрели вот такую логистическую функцию потерь, которая соответствует вот такой кривой, но в принципе мы могли бы рассмотреть что-нибудь другое. Например, если бы мы рассмотрели вот такую функцию, вот такую метод опорных векторов. Этот метод опорных векторов в свое время был ужасно популярен, а в последнее время перестал быть ужасно популярным, потому что его вытеснили нейросети в основном. Но одно время он был популярен. Но на самом деле не совсем вот в таком вот виде, к нему еще приделывалась некоторая штука под названием Kernel Trick, но может быть мы про это отдельно поговорим в какой-то момент. В принципе, можно рисовать разные функции и думать о том, как они будут, как будут, каким свойствами будет обладать алгоритм машинного обучения, который в качестве функции потерь использует вот такую функцию. вот. Значит, вот такая история. Кстати, чем замечательна вот эта вся штука? Дело в том, что когда мы считаем производные, почему стоило написать эту формулу и нарисовать эту кривую? Дело в том, что когда мы считаем какие-то производные, нам важно, чтобы эти производные во-первых, не обнулялись там, где не надо, а во-вторых, не взрывались наоборот, не становились близкими к бесконечности. И, несмотря на то, что сама вот эта постановка задачи про логистическую, про значит, вот эту вот штуку, несмотря на то, что в ней самой есть какие-то такие довольно неприятные выглядящие функции, то есть, если представить себе, что мы где-то вот здесь находимся, здесь логарифм, например, он ужасно маленький, и там производная у него тоже ужасно маленькая. Но, несмотря на это, из-за того, что у нас с одной стороны есть вот этот логарифм, а с другой стороны мы в него подставляем какую-то штуку, в которой есть вот эта экспонента, они как бы друг с другом компенсируются, и в результате у нас вот здесь, в той области, где нам интересны градиенты, градиенты становятся очень даже миленькими, они становятся примерно минус единицы. Ну, здесь они становятся маленькими, но это нормально, здесь-то мы как раз не хотим ничего, мы не хотим, чтобы здесь были большие градиенты, потому что здесь, если мы попали вот сюда, то уже хорошо, мы уже правильным образом классифицировали нашу точку, дальше можно, конечно, подвигать ее еще вправо, чтобы добавить некоторую, ну, как бы мы на самом деле не хотим, чтобы классы, чтобы наши точки были близко к линии разделения, в идеале они должны были быть далеко, но это уже не настолько важно, но вот важно то, что у нас здесь хорошие градиенты. Вот. Ну, хорошо. Давайте, значит, третья тема, которую я хотел сегодня обсудить, это многоклассовая классификация. Значит, что здесь происходит? До сих пор мы обсуждали двухклассовую классификацию, у нас было два класса, 0,1, плюс 1, минус 1, что-нибудь в таком роде. Значит, в случае, если у вас есть задача многоклассовая классификация, у вас, в общем, есть два связанных пути. Один путь состоит в том, чтобы пытаться свести задачу многоклассовую классификацию к серии задач одноклассовой классификации. Например, вы можете сделать сделать что-нибудь вроде не к одноклассовой, а к двухклассовой классификации, к бинарной. Например, вы можете свести эту задачу к такой. Допустим, у вас есть К классов. И вы можете сказать, что давайте рассмотрим такую штуку. Вот возьмем какой-нибудь один класс и его объявим, допустим, классом один, а вторым классом, классом минус один, объявим все остальное. Для каждого класса можно рассмотреть задачу отличения этого класса от всех остальных. методов дальше. Это уже получается такая задача бинарной классификации. Но теперь у вас есть К задачи бинарной классификации. И дальше вам нужно, что вы делаете? вы обучаете К отдельных методов машинного обучения, допустим, К логистических регрессий или еще чего-нибудь. Или К методов одного ближайшего соседа, трех ближайших соседей. и дальше вам нужно сравнить результаты. Каждый метод вам говорит, как он предсказывает. Допустим, если это логистическая регрессия, то она выдает не только предсказания, но она выдает еще и вероятность P от X. На самом деле, разные методы классификации часто выдают либо предсказания вероятности либо, по крайней мере, если даже это не вероятность, они могут выдавать какой-то свой score, а именно какую-то штуку, которая демонстрирует, насколько классификатор уверен в том, что данный объект принадлежит данному классу. В случае с логистической регрессией это просто наша вероятность P от X. И дальше можно просто сравнить, то есть вы сравниваете первый класс со всеми остальными, смотрите, какова вероятность того, что это первый класс. Берете, сравниваете второй класс со всеми остальными, смотрите, какая вероятность того, что это второй класс. Дальше просто выбираете максимум. На самом деле, в случае с логистической регрессией это можно сделать немножко более симпатично. На самом деле, примерно то же самое делается, но делается скорее так. Выбирается некоторый класс, а дальше с этим классом сравниваются все остальные. Ну, то есть давайте я покажу, как устроено. Можно взять такую многоклассовую логистическую регрессию. Значит, на самом деле, давайте, прежде чем я напишу, откуда она берется, давайте еще раз посмотрим на нашу сигмоиду. Давайте. Значит, вот у нас есть в... В двухклассовой логистической регрессии у нас эта штука устроена так. p от x равняется 1 разделить на 1 плюс e в степени минус wx. Значит, можно отсюда выразить, давайте наоборот сделаем. Давайте выразим отсюда вот эту вот штуку. Значит, получается такая вещь. Значит, на самом деле, что у меня здесь получается? 1 плюс e в степени минус. Итак. ... Итак. ... ... так значит что у нас здесь получается это 1 минус p от x разделить на p от x или так или наоборот можно писать значит вот такая штука у нас получается нигде не ошибся ну то есть я не должен был нигде ошибиться потому что я знаю что это правильный ответ вот значит смотрите вот что здесь вот что у нас получилось правой части у нас возник логарифм отношения двух вероятностей p и 1 минус p значит вот эта вот штука отношения когда у вас есть два события и вы считаете вероятность того что она произойдет разделить на вероятность того что она не произойдет вот эта штука называется шансы от шанса это не то же самое что вероятность шансы это вот как раз вот такое отношение вероятности ну собственно говоря вы наверное когда не слышали типа там вероятность выиграть не вероятность выиграть шансы выиграть один к одному это означает что вероятность выигрыша 1 2 с равным вероятностью выигрываете или проиграете но как раз шанс один к одному это как раз вот будет соответствовать тому что вы делите одну вторую здесь на 1 минус одну вторую здесь получается дробь один к одному вот и дальше мы от этих шансов берем логарифм. Значит, эта величина называется логарифм шансов, и она, на самом деле, часто встречается в разных приложениях статистических. Значит, она называется LogOds. Вот. И сейчас мы будем... Вот такую вот формулу нам будет сейчас удобно обобщать. А именно, смотрите, что здесь получается. Значит, здесь, вот в обычной логарифмической регрессии, мы говорим, что... Мы считаем, что линейной функцией от x являются не вероятности, а вот эти самые логарифмы шансов. При этом логарифмы шансов – это отношение одного класса вероятности... Вероятности отнесения x к одному классу делить на вероятность отнесения x к другому классу. В случае с многоклассовой регрессией можно делать примерно так же. Значит, для многоклассовой классификации. Давайте я буду их обозначать так, допустим. w1 и так далее, w к минус 1. Значит, они все по-прежнему векторы в пространстве rd. Но теперь у меня не один набор весов, а к минус 1 набор весов, где k – это число классов. И теперь у меня есть функция, у меня теперь не одна функция p от x, а у меня есть функция p1 от x и так далее. П, kt от x – это вероятность отнесения объекта x к соответствующему классу. p1 – это вероятность того, что x относится к классу 1, p2 – к классу 2 и так далее. Сумма этих вероятностей должна быть равна единице. И дальше мы говорим вот что. Давайте считать, что выполняется такая вещь. Допустим, w1x – это логарифм p1 от x. Давайте зафиксируем какой-нибудь класс, допустим, kt класс, и будем все мерить относительно него. Значит, здесь будет p. Значит, вот возникает вот такая вот штука. Такая как бы параметризация наших вот этих вот p. Значит, ну, понятно, что если мы выяснили, чему равняется, допустим, если мы нашли все вот эти вот отношения, то дальше, исходя из вот этого дополнительного соотношения, можно уже найти конкретные вероятности. Вот. И, соответственно, дальше, ну, понятно, значит, если у нас есть вот такие вероятности отнесения объектов к соответствующим классам, то дальше можно написать, опять же, можно написать функцию правдоподобия. Значит, как будет выглядеть функция правдоподобия? Что-то функция правдоподобия. Опять же, это будет просто обобщением для предыдущей функции правдоподобия. Давайте я просто напишу для этого объекта. Это какая-то такая штука. Значит, нам просто нужно… Ну, опять же, не функция правдоподобия, а я хочу логарифм функции правдоподобия. Значит, уитой равен… Ну, давайте я буду писать здесь жи до ка. Значит, если правильный класс этого объекта равняется жи, то тогда мы должны здесь написать логарифм… ПЖИТА… ТЕКС ИТА… Ну, просто так по определению этих самых пэшек так получается. То есть, если у нас есть… То есть, если у нас есть объект, у которого заданный класс, то просто по определению пэшек правдоподобие равняется просто соответствующему ПЖИТАМу, а, соответственно, логарифм правдоподобия – это просто унитурный логарифм. Опять же, это в точности обобщение предыдущей формулы на наш многоклассовый случай. И утверждается, что для такой функции правдоподобие вот система, которая выше, будет ее максимизировать. Такое утверждение? Ну, значит, мы будем использовать следующее. Мы подставим вот в эту функцию правдоподобие. Мы подставим выражение для пэшек, которое найдем из вот этой системы. А после этого у нас функция правдоподобия будет зависеть от вот этих вот векторов весов. W1 и так далее, WK-1. Значит, у нас есть K-1 вектор весов. И мы эти вектора весов будем находить. Будем находить их, опять же, максимизацию функции правдоподобия, в которую подставлено выражение для вот этих вот пэшек. То есть мы вот эту зависимость, которую вот система просто для удобства выбирает, чтобы считать? Ну, как бы да. Но это тот же самый вопрос. Значит, почему мы изначально, когда мы писали логистическую регрессию, почему мы сказали, что вот такое равенство будет выполняться? Почему мы утверждаем, что зависимость P от X будет описываться именно вот так, что при переходе вот в такие вот логарифмические координаты, точнее, не в логарифмические, а в такие вот logots, что эта зависимость будет линейной. Ну вот, на практике неплохо работает. И теоретически поддается неплохо анализу. Поэтому все используют. И здесь это просто обобщение. То, что здесь написано, это, в общем, такое совершенно естественное обобщение вот этой формулы на многоклассовый случай. Но логика абсолютно такая же. То есть, как бы, что мы делаем? Ну вот, можно думать про это так, что у нас есть, как бы, мы сначала придумываем какую-то параметрическую зависимость пэшек от X. Вот теоретически вот эта вот P от X, вот эта функция, она может быть устроена как угодно. У вас зависимость вероятности отнесения к классу 1 от X, она может быть устроена теоретически как угодно. Но, значит, нам нужно, мы хотим искать в каком-то конкретном классе функции. Когда мы обсуждали, допустим, линейную регрессию, мы говорили, давайте будем искать в классе линейную функцию. Будем говорить, что Y – это линейная функция от X. А теперь мы говорим, что, ну хорошо, Y у нас не может быть линейной функцией от X, потому что Y вообще какой-то дискретный объект. Но давайте у нас теперь будут какие-то вероятности зависеть как-то от X. Но вероятности тоже не могут зависеть линейно от X. Но давайте пусть не вероятности, а пусть вот логарифм шансов, да, вот эта вот штука, пусть она линейно зависит от X. А здесь, соответственно, мы говорим, что у нас линейно зависеть от X будут вот такие вот логарифмы отношений. Значит, вероятность одного класса к вероятности другого класса. А дальше мы просто… То есть теоретически здесь могло бы быть как бы вот… То, что мы используем именно такую функциональную зависимость, пэшек от X. Ну, это реально некоторый вопрос удобства. Теоретически здесь могло бы быть что угодно. То есть теоретически здесь могла бы быть любая функция. Мы могли бы поставить ее вот в такой вот лоз. И добро пожаловать в deep learning, нейросеть и все такое прочее. Там как раз ровно это и происходит. Там мы как бы очень хитро параметризуем наши функции, но потом мы все равно подставляем вот в какую-то вот такую вот функцию потерь. Вот. На самом деле, то, что я сейчас написал, это вот многоклассовая логистическая регрессия. Это в точности то же самое, что происходит, когда вы делаете… Когда вы пишете… Когда вы делаете многоклассовую классификацию с помощью нейросети. Давайте сейчас, может быть, кстати, я и смогу это показать. Значит, на самом деле есть такая функция. Значит, можно немножко сейчас по-другому посмотреть на это. Вот у нас была функция, которая называется сигмоида. Значит, некоторая… Забегаю вперед. Логистическая регрессия нейросети. Значит, вот когда у нас была сигмоида, она была устроена так. Сигма от z – это есть единица разделить на единица плюс е в степени минус z. Значит, давайте рассмотрим такую функцию, которая называется softmax. Значит, softmax – это такое отображение из rn в rn. Но на самом деле она устроена таким образом. Она отображает rn в… То, что называется симплексом. Вот в этом rn. Ну, давайте я покажу, как она работает. Значит, softmax от z1 и так далее, zn – это есть следующая вещь. Значит, е в степени z1 разделить на сумму по i от 1 до n. Е в степени zn и так далее. Е в степени zn разделить на ту же самую сумму. Ой, здесь должно быть zi. Значит, вот такая штука. То есть, что она делает? Она из вектора z1 и так далее, zn делает вот такой вектор, который обладает двумя замечательными свойствами. Во-первых, все компоненты этого вектора не отрицательные, даже положительные. Потому что они есть экспоненты, деленные на какие-то суммы экспонентов. Это все положительные числа. Во-вторых, сумма всех этих чисел равняется единице. Поэтому вот эти числа, которые в результате получились, их можно интерпретировать как вероятность отнесения какого-то объекта к одному из n-классов. Ну, давайте я даже... Окей, давайте пусть у меня здесь везде будет k вместо n, чтобы было соответствие с предыдущим материалом. Пусть это будет отображение вот так вот, rk. Вот. И давайте посмотрим, какая связь функции softmax с вот этой вот стигмуайдой. Ну, на самом деле, если мы в качестве одной из z зафиксируем единицу, ну, если мы возьмем softmax от z,1, то мы получим е в степени z разделить на... Сейчас, не один, а ноль. В качестве одной из z нужно зафиксировать ноль. Значит, что у нас получается? У нас получается е в степени z разделить на 1 плюс е в степени z и е в нулевой разделить на 1 плюс е в степени z. То есть получается в точности sigma от z и 1 минус sigma от z. То есть как бы softmax – это, на самом деле, такое обобщение вот этой сигмоиды. Вот. А дальше что происходит, если вы, например, хотите использовать какую-нибудь нейросеть для того, чтобы... Ну, вот, допустим, что у вас есть задача классификации. И вам нужно... Это означает, что вы хотите в качестве выхода вашей... Ну, неважно даже, какого алгоритма машинного обучения. Это может быть нейросеть, это может быть решающее дерево, это может быть все, что угодно. Значит, вы хотите в качестве выхода использовать именно распределение вероятности на классах. И если у вас естественные выходы не были таким свойством, что они вероятности, да, они... Допустим, если вы возьмете просто абы какую нейросеть, у вас в качестве выхода будут какие-то чиселки. И если, чтобы их превратить во что-то, что можно интерпретировать как вероятности, вы просто навешиваете на ваш выход эту функцию softmax, и она вам из произвольного камерного вектора делает честный вектор, который можно интерпретировать как распределение вероятности на классах. А после этого эти вероятности вы уже можете подставлять вот в эту самую функцию правдоподобия, которая у нас здесь возникает. Надо сказать, что вот эта функция правдоподобия, которая здесь написана, она не то, чтобы она была бы привязана именно к логистической регрессии. Логистичность возникает, когда мы записываем вот эту вот штуку, когда мы выражаем наши вероятности через веса с помощью линейной функции. Вот эта вот штука, она достаточно универсальна. Она просто говорит, что если вы предсказываете вероятности классов вот такие, то правдоподобие будет вот такое. Как вы их предсказываете, это уже дело десятое. Саша, не знаю насчет связи. У меня, по крайней мере, вроде бы не говорят, что у меня плохая связь. Если что-то нужно повторить, я повторю, скажите. Ну, такие бывают пропуски одного слова, не знаю, может, только у меня. Ну, ладно. Ну, если что-то нужно повторить, я повторю. Хорошо. Вот. Ну, и на самом деле, на самом деле, если вернуться вот к этой вот формуле, если здесь аккуратненько выразить, значит, если считать, что, допустим, в общем, если здесь аккуратно выразить вот эти вот пэшки через вот эти вот склярные произведения, то можно заметить, что вот такая параметризация, это ровно все равно, что параметризовать наши... Все равно, что параметризовать наши пэшки вот таким образом через Softmax. Я сейчас, кажется, не в силах эту выкладку аккуратно сделать, потому что я неважно себя чувствую, я боюсь сейчас запутаться. Но это действительно так, можно будет это попробовать сделать как-нибудь в качестве упражнения. Вот. Поэтому на самом деле то, что мы сейчас обсуждаем, всякие логистические регрессии и все такое прочее, на самом деле, как бы там все современные нейронки, если их использовать именно в качестве задачи классификации, они, в общем, основаны на очень похожих идеях. А иногда не просто на очень похожих идеях, а на буквально таких же формулах. Вот. Значит, ну вот, какую штуку я хотел сегодня рассказать. Значит, есть ли какие-то вопросы? Нет. Сейчас вот в самом начале там пример был, где линейная регрессия у нас, то, что она что-то там начинает плохо работать. Вот плоскость была и два класса чуть ниже. Да, вот. Что там еще раз? Какой аргумент? Из-за чего? Ровно такой же, ровно такой же, как здесь. Что если у вас есть какая-то прямая, которая идеально разделяет вам два класса, то это означает, что ваша логистическая регрессия будет вести себя так. Она будет стремиться к тому, чтобы вот эта вот функция P от X, то есть если у вас теперь пространство признаков двумерное, то у вас P от X тоже двумерное. У вас здесь есть X1, X2 и у вас есть зависимость P от этого X1, X2. Но как оно будет устроено? Поскольку это, опять же, линейный классификатор, оно будет устроено так, что вот у вас есть какая-то разделяющая плоскость и в направлении перпендикулярном этой плоскости у вас вот эта зависимость, она будет устроена ровно как вот такая же сигмоин, но только тоже с какими-то коэффициентами. Понятно, почему так? Мы считаем, что у нас P от X это сигма от WX. То есть это как раз и означает, что у нас сигмоиды от скалярного произведения W на X. Ну, хорошо, чтобы уж совсем было честно, давайте я как бы центрирую эту картинку, сделаю вот так. Ну да, там порог, если одна вторая. Да, значит, если порог одна вторая, то у нас получается вот ровно, вот эта вот штука, это ровно, значит, условия WX равняется нулю, и поскольку в сигмоиду подставляется скалярное произведение, то это все равно, что подставлять просто расстояние до этой прямой, вот такое вот, ну там с учетом знака, естественно. и умноженное на какой-то коэффициент. И дальше, то есть это означает, что у нас вот в этом направлении картинка будет такая же, как вот здесь. И наша оптимизационная процедура, она будет стремиться к тому, чтобы вот здесь вот делать идеальные единички, а здесь делать идеальные нолики. И это будет приводить к тому, что у вас снова возникнет вот такая вот ступенька. А численно это будет приводить к тому, что у вас все коэффициенты полезут на бесконечность. Понятно, да, спасибо. Ну, я говорю, что, ну вот, допустим, чтобы такой эффект увидеть с эскалерным, вам нужно будет в явном виде отключить там регуляризацию. Но можете попробовать это сделать. Еще вопросы? Окей, ну, если вопросов нет, я вроде бы рассказал все, что собирался. Думаю, мы можем сегодня чуть пораньше закончить. До свидания. До свидания. До свидания.